МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодаря депутату-коммунисту в селе создана инициатива инициативная группа, которая занимается вопросами самоуправления. А сам Анатолий Макарыч избран старостой деревне. С гордостью он показывает нам памятник воинам Великой Отечественной войны. Его удалось реконструировать в годовщине Победы. Скидывались на это всем селом. Кто сколько сможет, собрали 62 тысячи рублей. Проблем тоже немало. Беспризорные собаки, заброшенное кладбище, отсутствие пожарной машины. Но самая большая ценность, по мнению Анатолия Демина, земля. Государству и региональной власти на это стоит обратить особое внимание. Оказывать больше практической помощи сельскому работнику. Особенно тем, которые занимаются животноводством. Давать дотации на то же молоко в обязательном порядке. Не такие игрушечные дотации, как они сейчас даются. На землю тоже должны быть какие-то дотации. Александр Буданов – местный фермер. Вместе с отцом он обрабатывает 1400 гектаров земли. Теперь идет на выборы от КПРФ. Молодой человек уверен, что жизнь на селе может стать еще лучше. И он сделает для этого все возможное. Хотелось помочь родителям. Не знаю. Ну так сложилась жизнь. Вернулся домой. Все хорошо здесь. Построил дом. Зарабатываю деньги. Кормлю семью. То есть вас все устраивает? Да, все устраивает абсолютно. Местные жители довольны жизнью и тем, как проходят на селе процессы самоуправления. Но этот населенный путь, к сожалению, исключение из правил. Подобных сел практически в регионе не осталось. На днях Немировка отметят свое 115-летие. Константин Ткачев, Юрий Дорошенко, Обком ТВ. Константин Ткачев. Константин Ткачев. Константин Ткачев. Константин Ткачев.